Вслед за великим христианским наступило и время одного из самых строгих постов ислама. Начало священного месяца Рамазан самарские мусульмане, как и положено, встретили первым ночным намазом Таравих. Считается, что именно в Рамазан Аллах впервые открыл строки Корана пророку Мухаммеду. Все мусульмане радуются этому событию, так как Аллах дает нам возможность получить его удовольствие. Каждый день для человека, а пост для меня, потому что он ради меня воздерживается от еды, от питья, от выполнения супружеских обязанностей, и за это я его награжу. Сегодня с первыми лучами солнца, вступающие в пост мусульмане, откажутся от питья и еды вплоть до наступления сумерек. И так до 12 мая праздника Ураза Байрам. По закону шариатов, пост также рекомендуется отказаться от вредных привычек и злых намерений, раздавать милостыню нуждающимся, молиться и читать священный Коран. Под утро уже 3 часов 45 минут, мы у нас сахар покушаем, ну и после все, Ураза начинается. Это, конечно, обязательство, во-первых, но если даже это обязательство, мы его принимаем как праздник. Это святой месяц, Рамазан, Ураза, соблюдаем пост. Это для нас несложно, мы же привыкли, мы каждый год соблюдаем муж, дочь, зять, все они соблюдают, все здесь. Все ходим в мечеть, все молимся. Чтобы война не была, чтобы все хорошо, мирно, дружно жить. И у нас как большой праздник, мы же дали целый год. Курбан, Байрам и вот в Роза. Еще одним вынужденным ограничением в этом году мусульмане восприняли и антиковидные меры. Вход в мечеть допускается строго в масках. Перед групповым намазом молящихся просят держать социальную дистанцию. Из-за пандемии самарские мусульмане также решили воздержаться и от традиционного хаджа, паломничества к священным местам Мекки. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.